Вступительная кампания в ВУЗы набирает обороты. Меньше месяца осталось до ее самого напряженного этапа – тестирования. На все вопросы будущих абитуриентов готов ответить наш сегодняшний гость. Владимир Иванович Глазунов. Начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи. Родился в 1957 году в Ленинграде. В 1980 году окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта. С 1981 года по 2002 год работал ассистентом, старшим преподавателем кафедры техническая механика. В марте 1999 года был назначен ответственным за проведение централизованного тестирования. Принимал участие в становлении системы ЦТ в Беларуси. В подготовке документации по открытию региональных центров тестирования. В 2002 году возглавил центр, созданный в ГГТУ имени Сухого. Занимается научной деятельностью. Завершил обучение в качестве соискателя степени кандидата наук по специальности «Общая педагогика. История педагогики и образования». Подготовил более 20 научно-методических публикаций. На вопросы, которые касаются проведения централизованного тестирования, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 77 68 45. Владимир Иванович, в те времена, когда Вы и Ваши одноклассники выбирали будущую профессию, еще не было специалистов в области профессиональной ориентации, конечно же, не было специализированных центров. Чем Вы руководствовались в этом судьбоносном решении? Я думаю, что подходы к выбору профессии вряд ли изменились с того времени. Изменились, наверное, приоритеты. Если сегодня в основном это мода, материальная обеспеченность, мечты родителей о реализации их планов детьми, то в наше время, конечно, в большей степени это был выбор по способностям, по склонностям, по интересам. Потому что материально инженер и педагог получали примерно одинаковые деньги. Поэтому, в принципе, и нужно отметить еще то, что в той социально-экономической ситуации, конечно, выбор профессии, вот эти мероприятия по выбору профессии, они были очень интегрированы в образовательный процесс, воспитательный процесс. Просто вот в 9-м, в 10-м классе, в 10-м классе, предположим, тот же самый троечник и мечтать не мог о том, что он будет поступать в высшее учебное заведение. То есть вот этот барьер, мы будем говорить и моральный, и по результатам обучения он был достаточно серьезным препятствием для продолжения обучения в высшем учебном заведении. А так, в принципе, приоритеты, наверное, остались. То есть выбор или пути выбора остались те же самые. Конечно, каждый человек, каждая судьба уникальна. Наверное, нет универсальных рецептов успеха для всех. Но можете ли вы подсказать, к какому времени человек уже должен определиться со своими профессиональными планами? И может ли подросток сделать это сам, принять такое решение? Я с вами согласен. Выбор будущей профессии – это ответственное, взрослое решение. И, конечно, здесь необходимо, чтобы это решение подросток принимал с помощью специалистов, тех же самых родителей, педагогов. Например, у психологов существует такое понятие или описание периода, вот этого подросткового, юношеского периода, где-то от 12 до 15 лет, как состояние беспомощности. Поэтому, в принципе, самому подростку достаточно сложно делать вот этот достаточно серьезный шаг на пороге взрослой жизни. Естественно, все наши помощи, все наши мероприятия должны быть направлены на то, чтобы помочь в этом выборе. Что касается, когда знакомиться с профессией, когда должна начинаться эта работа, я думаю, что она может начинаться и в том же самом детском саду. Знакомство с профессиями, а дальше в школе продолжаться в кружках, в секциях. То есть вот система дополнительного образования, она является своеобразным таким профессиональным, будем говорить, профессиональной тренировкой, если же можно сказать, профессиональной пробой. В общем-то, вот когда ребенок, позанимавшись в многих кружках, он, в общем-то, к окончанию жизни уже понимает, а что он, в общем-то, в этой жизни хочет, в принципе. И поэтому, наверное, редко кому удается выбрать раз и навсегда профессию и заниматься ею всю жизнь. Как-то сейчас, чем дальше, тем легче. Люди относятся к тому, что менять профессию, получать новое образование можно уже в любом возрасте, и уже, наверное, все меньше и меньше мы этого боимся. Я думаю, что сегодняшняя тенденция, то есть вот та экономическая ситуация в мире, в стране и в мире, быстро меняющийся рынок труда нас приводит к такой мысли, до этой тенденции мировой, что ребенок, в принципе, ребенка мы должны готовить не только к выбору профессии, а мы должны его готовить к тому, чтобы он был готов к выбору профессии самостоятельно, к одной, второй или третьей, в принципе. То есть мы готовить должны, школа готовит его, предположим, в образовательном направлении, она дает им знания, умения, а мы должны еще дополнительно готовить лично, чтобы он эти знания и умения умел использовать, чтобы он был психологически готов к тому, что сегодня он будет, предположим, в одной сфере работать, а завтра ему придется, исходя из вот того, что его, предположим, специальность устареет или еще какие-то обстоятельства внешние, необходимо будет переучиваться и работать в другой сфере. Профориентационную работу в Беларуси можно назвать эффективной? Знаете, вот один уважаемый человек сказал, что профориентационная работа – это как бермудский треугольник. Она, в общем-то, делается постоянно. Почему? Потому что она связана с воспитательной работой, но вместе с тем результаты порой не видны или не такие, какие хотелось бы видеть. Это достаточно сложная работа, которая, в общем-то, должна продолжаться на протяжении всего обучения и дальнейшем с этим учащимся, а дальше со студентом и так далее. Поэтому, в принципе, сказать, что она реально эффективная, я бы так, наверное, не сказал. То есть она всегда требует совершенства, она всегда требует, потому что ситуация меняется, и, естественно, подходы должны однозначно меняться. И сама жизнь, порой, проводя с нами такую профориентационную работу, совершенно неожиданно для нас самих. Скажите, а какие специальности сегодня на вершине рейтинга у абитуриентов? Как я уже сегодня отмечал, что сегодня приоритеты в выборе специальности, исходя из различных исследований, это, во-первых, это мода на специальность, во-вторых, это материальная обеспеченность, которая даст обучение по этой специальности. И третья, в общем-то, определенные, в общем-то, мечты родителей о том, где их ребенок должен, и как должен их ребенок в жизни реализоваться. Сегодня, конечно, остаются те же самые специальности в протяжении уже нескольких лет. Это, опять же, юридические специальности, это, опять же, психология, это физическая культура. Ну, программирование у нас стало достаточно популярной специальностью. Немножко опустились специальности в рейтинги экономические, и это связано с тем, что у нас давно уже период сбыток экономистов, в общем-то, и сложности в трудоустройстве у них. В общем-то, все, вот, на слуху остается практически несколько лет одни и те же специальности. А появились ли новые? Ну, новых специальностей в этом рейтинге я как-то не наблюдаю. Мы вот проводим каждый год анкетирования наших выпускников по системе профпрогноза. Мы вот наблюдаем. У нас психология меняется с правоведением. Ну, может быть, вот архитектура появилась в рейтинге популярных специальностей. Это связано с тем, что у нас строительные, достаточно, в общем-то, востребованные специалисты. А наши вузы предлагают ли новые специальности для обучения? А что касается наших учреждений высшего образования, то в этом году появились три новых специальности. В университете ГГУ, вернее, имени Франциска Скорыны, это электронные системы безопасности. Одна специальность, и вторая специальность – программируемые мобильные системы. Мозырский государственный педуниверситет имени Шамякина в этом году предлагает новую специальность изобразительное искусство и компьютерная графика. Это что-то на стыке, в общем-то, художника, подготовки художника и дизайнера. Итак, выбор сделан. Наступает самый ответственный момент подготовки к ЦТ. На Ваш взгляд, как правильно нужно готовиться? Нужно студировать учебники, либо непосредственно по сборникам тестов лучше заниматься? Вы знаете, вот это пагубная, я так считаю, тенденция, которая у нас в последние годы развивается, когда почему-то считается, что можно взять тесты и спокойно готовиться по этим тестам к централизованному тестированию. Но ведь мы должны отчетливо понимать, что тесты каждый город меняется. Понятно, что тестирование охватывает всю предметную область, которую изучал учащийся в школе. Но вместе с тем и понятно и то, что не все разделы школьной программы могут попасть вот в эти конкретные тесты. Поэтому, в принципе, конечно, однозначно, подготовка к тестированию – это текущая школьная работа. Тесты предназначены, будем говорить, для диагноза, для оценки уровня подготовки. Да, их можно использовать. Ты прошел тестирование, там, репетиционное, сам прошел для самопроверки тестирования, увидел те разделы, которые у тебя не в лучшем состоянии, и вот провел дополнительную подготовку. Спасибо, Владимир Иванович. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, пожалуйста, задавайте ваш вопрос в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Галина Ивановна, и я хотела задать такой вопрос. Пожалуйста, мы слушаем вас. Ну, такой вопрос. У меня внук заканчивает девятый класс. И на собрании сказали, что, ну, кто слабо учится, в десятый нельзя. У него, конечно, здоровье не очень. И он пойдет в десятый, но я просто за других детей. Как дальше им? Ну, нет знаний. Ну, ведь все не могут учиться хорошо, правильно? Я расстроена за других детей. Расстроена чем? Ну, потому что вот как-то дети уже сразу делят их на хороших, плохих. Конечно, неприятно. Спасибо за звонок. Владимир Иванович, что вы посоветуете в этой ситуации? Ну, я думаю, что, наверное, рано еще расстраиваться. Девятый класс. В общем-то, вы знаете, у нас некоторые наши учащиеся вообще начинают учиться в одиннадцатом классе, когда, в общем-то, осознают, что ему предстоит выбор и, в принципе, и достигают каких-то результатов. Поэтому, в принципе, я думаю, что, конечно, нужно идти в десятый класс, нужно, естественно, в общем-то, учиться, нужно добросовестно относиться к своим учебным обязанностям, и результат придет, естественно. Конечно, я говорю, это достаточно сложный процесс. И понятно, что, по всей видимости, есть какие-то достаточно серьезные пробелы в знаниях, которые, в общем-то, пугают этого ребенка и бабушку, в принципе. Но вместе с тем, я думаю, что все это поправимо. Это все поправимо. Это еще не катастрофа. Однозначно не катастрофа. Просто браться за голову, брать себя в руки. И учиться. И учиться, да. Сделать какой-то выбор, сориентироваться, куда все-таки в дальнейшем вы планируете направить своего ребенка. И заниматься. Что бы вы предпочли? ЦТ или обычный экзамен? Ответы гамильчан на этот вопрос наших корреспондентов дали в рубрике «Есть мнение». Централизованное тестирование позволяет обеспечить равные права абитуриентов при поступлении в ВУЗ. Это мое мнение. Поэтому отсутствуют какие-то элементы коррупции. Централизованное тестирование лучше тем, что все-таки проверка машины, ошибки исключаются, а человек при проверке может ошибиться, какой-то человеческий фактор. Я считаю, что тестирование имеет некоторые негативные моменты. Негативные моменты тестирования заключаются в том, что любой тест представляет собой не что иное, как глубокое проникновение в психику человека. Поэтому использовать тесты очень часто современные ученые не рекомендуют. Об этом сейчас пишут очень много и в прессе Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Германии. Второй его минус заключается в том, что во время теста студент не может раскрыть себя, он не может раскрыть свой потенциал. Если пользоваться тестом постоянно на всех предметах, скажем, на истории, на литературе, там, где вообще человек должен, где абитуриент должен показать свои знания, знания литературы, знания языка, как он владеет речью, то, конечно, здесь тест использовать нежелательно, потому что здесь можно назвать только его минусы. Ибо загалочками, которые ставит абитуриент в тесте, мы не видим самого абитуриента. С точки зрения правильности проверки знаний, то лучше ЦТ, потому что студент, если он уверен в своем ответе, он хорошо знает предмет, он отвечает на тесты хорошо. Централизованное тестирование – это более правильный вариант, потому что при сдаче обычных экзаменов остается влияние человеческого фактора. И все сводится к тому, что играют человеческие эмоции, настроение. Я думаю, что это намного хуже. И когда ты пишешь централизованное тестирование, ты сосредоточен на своих мыслях, на своих знаниях. Тем более, тестирование предполагает собой совмещение всей программы школьного курса, которую мы изучали, и позволяет более грамотно, более сбалансированно показать свои знания. Я считаю, что система образования в нашей республике развивается весьма удачно и стремительно. Яркий пример этому – это вступление нашей республики в баллонский процесс. И я считаю, что централизованное тестирование – наиболее лучший вариант проверки знаний учащихся. Истина где-то посередине лежит. Что касается централизованного тестирования, в этом деле, прежде всего, конечно, играет большую роль объективность. Объективность оценки знаний учащегося без всяких каких-то проникновений, личностных моментов в это дело. И поэтому я полагаю, что что касается общих предметов базовых для той или иной специальности, наверное, я бы все-таки предпочла ЦТ. Но если речь идет о факультетах специальных, архитектуре, живописе, актерское мысльство, что-то еще такое. Очевидно, все равно дополнительно нужен живой экзамен, для того, чтобы комиссия смогла живую определить успешность, гипотетически, того или иного студента в будущем. Ну, а если говорить в целом по ЦТ, то моя такая вот версия, что везет тому, кто везет. Чтобы быть успешным на ЦТ, нужно быть, прежде всего, качественной базовой подготовкой общеобразовательной. Ну, естественно, что система образования должна национировать на то, чтобы развивать логику мышления и находить в себе нетрадиционные решения в той или иной ситуации. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о подготовке к тестированию. Готовы выслушать очередной телефонный звонок в студии прямого эфира. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Елена, я гомельчанка. У меня трое детей. Вы знаете, слава богу, все они уже учатся в высших учебных заведениях. Так что о тестировании я знаю не понаслышке, а неоднократно мне пришлось на своей шкуре, как говорится, испытать все плюсы и все минусы. Могу сказать однозначно, мое вот глубокое убеждение, что тестирование централизованное в том виде, в котором оно сейчас существует, абсолютно не отражает знания школьников, абитуриентов и их подготовку к будущему обучению в вузах. На примере множества моих знакомых я знаю, что дети, которые получают достаточно высокий балл, 300-350 на тестировании, почему-то оказываются абсолютно неспособными обучаться в вузе. Это раз. Кроме того, я считаю, что есть очень существенный такой момент возможности угадывания ответов или натаскивания на ответы, чем и занимаются, кстати, многочисленные репетиторы. Но вопрос мой звучит следующим образом. В прошлом году хотели ввести как бы двойной вес профильного предмета при поступлении. Например, если ребенок поступает на физическую какую-то специальность, то оценка за экзамен по физике должна иметь как бы двойной вес. Я лично знаю пример, когда девочка поступала на ПГС, где профилем является физика, но ходила очень усердно несколько лет на занятия к репетитору по-русскому. И мама объясняла так. По физике она все равно хороший балл не получит. Так хоть за счет русского она выездит и поступит. Но так оно и получилось. По физике она получила где-то 30, по-русскому почти 90, и за счет этого прошла. Вот вопрос мой такой. Когда же наконец будет усилен вес профильного предмета? Спасибо. Спасибо большое, Елена, за ваш звонок, за ваши вопросы. Остался у меня тоже вопрос, а зачем же тогда им была нужна физика, если на 90 баллов девушка знала русский язык? Знаете, здесь несколько возникло вопросов. Ну, это и проблема, наверное, централизованного тестирования. Значит, я всегда говорю, мы не абсолютизируем централизованное тестирование. Это сегодня тот инструмент, который, в общем-то, устраивает нас в какой-то мере в социальной ситуации и так далее. Вопрос непрерывности образования, вот то, о чем говорила наша телезрительница, то есть преемственности образования между школой и высшим учебным заведением, это, наверное, вечный вопрос. Да, и достаточно серьезный вопрос. Да, спрашивают, да, зачем я сдаю, предположим, ту химию и биологию, если меня потом учат совершенно другому по той же химии и биологии. Да, это достаточно сложный предмет, выбор вот этого вот профиля, в общем-то, чтобы он хоть как-то соответствовал тому, что дальнейшим будет основным направлением обучения в высшем учебном заведении. Это сложная, достаточно сложная проблема. Почему? Потому что, ну, если, предположим, говорить о техническом профиле, то здесь более-менее все ясно. Если говорить о медицинском направлении, то здесь тоже все более ясно. Но когда мы сегодня, предположим, сталкиваемся с тем, что вчера мы сдавали математику и всемирную историю, а сегодня мы сдаем уже иностранный язык и всемирную историю, чем руководствуется министерство, мне достаточно непонятно. То есть, понимаете, есть, конечно, определенные профили, которые вот традиционно сложились в учреждениях среднего общего образования. И, конечно, и вузам, и чиновникам, и министерству образования нужно на это все-таки обращать внимание, потому что порой вот этот профиль, он совершенно непонятен. Это первое. А второе, он, конечно, вот те преимущества централизованного тестирования, ну, просто сводит на нет. То есть, ребенок сдает два предмета, и он, в принципе, может поступить только на две специальности, два учреждения высшего образования в республике. Это что касается первого. В принципе, здесь, ну, как таковое тестирование, оно, извините, ну, не играет той роли, о которой говорит телезрительница. Извините, во Франции, предположим, сдается один родной язык, и он считается, предположим, вступительным экзаменом. То есть, вступительный экзамен – это, в общем-то, не проверка его компетентности, а, в общем-то, какая-то проверка или, так сказать, выбор какой-то из всех абитуриентов лучших. Это первый вопрос. Значит, что касается вот профильных предметов, я, опять же, здесь тоже считаю, что здесь достаточно аккуратно нужно подходить вот к этому вопросу, однозначно. Почему? Потому что в этом году, наверное, какое-то движение или министерство сделало, какой-то шаг сделало. То есть, оно выделило первый профильный предмет и второй профильный предмет по специальностям. И может так оказаться, что по некоторым специальностям вот этот первый профильный предмет окажется сложнее для ученика, чем второй профильный предмет. И мы просто потеряем этих абитуриентов. Однозначно. Здесь тоже большой вопрос. Из чего исходило министерство, когда, предположим, на технические специальности первым профильным предметом стоялась физика, а вторым профильным предметом математика. А на программировании первым профильным предметом стоялась, предположим, математика, а вторая физика. Но здесь, может быть, еще можно найти какую-то логику. Но я открываю специальности медицинские и нахожу для различных медицинских специальностей. Первый профильный предмет химия, второй биология. Первый биология, второй химия. И теперь в этом году, может быть, я опережаю некоторые вопросы, я хочу сказать, что немножко по-другому уже прозвучат и проходные баллы. То есть так как выделены первый и второй профильный предмет, за исключением родных языков русского и белорусского, значит, по первому профильному предмету балл будет выше, чем проходной, чем по второму. Предположим, ребенок сдает первую физику профильный, второй профильный предмет математику. По физике у него должен набрать 15 баллов, по математике на 5 баллов ниже. Ну, за исключением, наверное, только вот некоторые сельхоз специальностей предметов или специальностей военного профиля. Там проходной балл в этом году 5 баллов по всем предметам и выше. Что касается угадывания, в принципе, я говорю, система, конечно, любая система имеет определенные недостатки. Это однозначно, однозначно. Процент угадывания, конечно, существует. Это тоже однозначно. Мы можем очень просто от угадывания, в общем-то, уйти. Мы можем повысить, значит, вот этот вот порог, и он будет за порогом угадывания. Но, понимаете, есть очень много факторов. Есть, в общем-то, задача все-таки набрать абитуриентов, отобрать абитуриентов, однозначно, в принципе. Поэтому я говорю, что все это вопросы достаточно непростые. Ну, мы уважаем любое мнение по централизованному тестированию. Мы прекрасно понимаем, что есть проблемы, и эти проблемы, в общем-то... И система совершенствуется. Да, решается. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире. 77 68 45, номер телефона, по которому вы можете задать вопрос или высказать свое мнение. Присоединяйтесь к диалогу. Владимир Иванович, скажите, пожалуйста, насколько активно будущие абитуриенты со 2 мая, когда началась регистрация, стремятся уже заявить о себе и зарегистрироваться? Если сравнивать график подачи заявлений по учреждениям образования области этого года с прошлым годом, то здесь практически он идентичный, одинаковый. То есть количество поданных заявлений, что в прошлом, что в этом году одинаковое. Ну, чем это объясняется? Ну, это, во-первых, объясняется тем, что количество выпускников текущего года у нас чуть-чуть меньше, чем в прошлом году. И я думаю, что, в принципе, мы выйдем на те же самые 14 тысяч абитуриентов, которые будут проходить централизованное тестирование в этом году. Что можно добавить по регистрации? Ну, то, что изменился регистрационный взнос. Теперь в постановлении Саумина он определен как 0,1 от базовой величины или 18 тысяч русских рублей. А так, в общем-то, все остается как прежде. В 19.00 1 июня прекратят работу пункты регистрации. И регистрация закончится. Но в этом году за абитуриентом могут его доверенные лица подать документы. В связи с чем принято такое решение? Были прецеденты? Ну, знаете, в прошлом году просто в нормативные документы Министерства образования были внесены изменения о подаче документов доверенными лицами. И решили, что, в принципе, о чем централизованное тестирование хуже. И внесли это изменение и в порядок подачи документов на централизованное тестирование. Но здесь я хочу сказать, что мы всегда достаточно индивидуально относимся к подающим документы абитуриентам. Идем им навстречу, если случаются такие ситуации непредвиденные, когда он сам не может подать. Поэтому здесь у нас проблем как-то и в прошлые годы не возникало. Мнение педагогов, надежды абитуриентов и воспоминания студентов. Далее в нашем сюжете. Внимание на экран. Для 11-ти классников 46-й Гомельской гимназии практически все уроки теперь начинаются одинаково. В течение 10-15 минут тест по предмету, который предстоит сдавать во время централизованного тестирования. Сегодня все, без исключения выпускники гимназии, намерены поступать в высшие учебные заведения, а поэтому готовиться нужно самым серьезным образом. Впрочем, для учителей это тоже вопрос чести. Все-таки гимназия необходимо поддерживать высокий образовательный уровень. В нашей гимназии идет целенаправленная подготовка учащихся к централизованному тестированию по направлениям. Первое – это активное участие в репетиционных тестированиях, в средств, тестах, предлагаемых выпускниками. Второе – это непосредственно проведение индивидуальной и коррекционной работы на уроках и во внеурочной деятельности. Организация платных образовательных услуг, консультации. И третье – это профориентационная работа. На практике это означает, что каждый выпускник больше внимания уделяет тем предметам, которые для его специальности считаются профильными. А вот вопрос о необходимости обращения к репетиторам среди выпускников однозначного ответа не имеет. Тем более, что прошедшие в Беларуси три этапа репетиционного тестирования свидетельствуют о высоком уровне подготовки гимназистов. Конечно, ЦТ – это испытание для всех, для нас. Но если хорошо подготовиться, то, думаю, сложностей не будет. Школа помогает, поэтому думаю, что я справлюсь. Для студентов-первокурсников Гомельского государственного университета имени Сухого централизованное тестирование уже в прошлом. Во время приезда нашей съемочной бригады будущие специалисты по эксплуатации промышленного электрооборудования учили английский язык. Причем по учебнику, составленному конкретно для энергетических специальностей. Нужно готовить себя ко взрослой жизни. Впрочем, поделиться мнением об эффективности ЦТ студенты тоже не против. Ну, я не считаю, что оно довольно-таки сложное. Если ты готовился, ходил к репетиторам целый год и как-то занимался в школе, ничего не прогуливал, то, конечно, ты его напишешь и поступишь туда, куда хотел. Конечно, есть еще такой выбор. Раньше же были экзамены вместо ЦТ. Экзамены, считаю, были бы полегче. Если ты, например, в ЦТ решаешь задачу и у тебя осталась одна формула, и надо было просто посчитать, и ты допустил какую-то неприметную ошибку, то в ЦТ ее как бы тебе запишут минусом, а в экзамене посмотрят, что ты правильно решал и можешь поставить какие-то баллы. Вот это, считаю, минус централизованного тестирования. За почти 42 года работы энергетического факультета Гомельского государственного университета имени Сухова здесь подготовили свыше 4 тысяч специалистов, работающих на предприятиях республики и за ее пределами. Другое дело, что получить диплом смогли не все поступившие. Количество отчисленных во время учебы студентов, правда, нигде не называется, однако очевидно, что был их не один десяток. В связи с этим здесь приветствуют введение пороговых уровней по профильным предметам. Можно подискутировать, насколько они велики или наоборот малы, однако зачислять студентов, показывающих по результатам централизованного тестирования самые минимальные знания университету явно не выгодно. Порог в настоящее время, мне кажется, сделан грамотно, потому что, когда студент выбирает специальность, есть профилирующий предмет, на котором он должен, в принципе, уделять наибольшее внимание. И, с одной стороны, введение порога позволило отсечь тех студентов, которые мы раньше отчисляли на первом курсе, которые не способны учиться. И в то же самое время, в настоящее время, получается, что мы практически не отчисляем студентов не только потому, что стараемся сохранить работу для преподавателей, но и потому, что они способны учиться и получить выбранную имя специальность. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации Владимир Иванович Глазунов. Времени для того, чтобы задавать ваши вопросы, уже совсем немного, но оно еще есть. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Владимир Иванович, в общем-то, об основных новшествах, которые ожидают абитуриентов этого года, мы уже успели поговорить. Но кое-что еще осталось. В этом году впервые в перечень предметов, по которым сдается тестирование, включен китайский язык. Есть ли желающие его сдавать на Гомельщине? Нет, у нас нет таких абитуриентов. Но это, наверное, связано с тем, что у нас, наверное, нет еще таких классов, где как основной иностранный язык изучается китайский язык. Но Республиканский институт контроля знаний прогнозирует несколько человек, которые будут сдавать, ну, китайский язык, но в городе Минске. Ну, наверное, это все-таки свидетельство того, что обретает популярность этот язык как иностранный. Думаю, что со временем таких абитуриентов будет больше и у них будут очень широкие перспективы в дальнейшем. И еще одно новшество. В один день планируется в этом году сдача двух экзаменов. Всемирной истории и географии. Почему было решено объединить? Ну, это связано с тем, что очень мало времени Республиканского института контроля знаний остается после последнего экзамена до выдачи сертификатов, подготовки и выдачи, для подготовки вот этих вот сертификатов. Поэтому, в общем-то, в принципе, объединили два таких предмета, которые ни в какой профиль вместе не входят. Это вот такой технически больший вопрос. Он мало повлиял на абитуриента. Вы видите, что, если посмотреть на график, то и резервный день смещен, предположим, с 6 июля на 2 июля. Он тоже стал раньше. Это все связано с тем, что как можно быстрее подготовить сертификаты, выдать, и чтобы спокойно абитуриенты уже подавали в середине июня, то есть в середине июля документы в учреждения высшего образования. Я думаю, те, кто готовится сдавать СТ, знают, куда им идти, в какой день и какой предмет сдавать. Это, в общем-то, информация. Достаточно легко ее найти в интернете. Не будем тратить время на обсуждение этих вопросов. Скажите, какие проблемные вопросы возникают на СТС? Какими нарушениями чаще всего приходится сталкиваться? Ну, первый, наверное, самый основной вопрос – это отсутствие документа. В общем-то, просроченные документы на регистрации, непосредственно при прохождении централизованного тестирования. Но если еще на регистрации мы предупреждаем абитуриента, что он должен поменять паспорт, и времени обычно у него достаточно. Даже если он первого числа зарегистрировался, есть 14 дней, чтобы и соответствующие службы поменяют этот ему документ. Но, в общем-то, если потом он с этим документом просроченным будет подавать документы в учреждения высшего образования, то у него их просто не примут. Поэтому, в принципе, пожалуйста, позаботьтесь о том, сегодня о том, чтобы документ у вас был действующий. Ну, во-первых, это паспорт, свидетельство беженства, вид на жительство. Ну, и в крайнем случае, чего не хотелось, это справка об утере основного документа. А что касается резервного дня, то кто и на основании каких документов, каких причин сможет сдать экзамен в этот резервный день? Да, я здесь хочу сразу сказать, что для того, чтобы участвовать в централизованном тестировании в резервный день, необходимо сначала зарегистрироваться на централизованное тестирование в основное время. И если в силу объективных причин вы не попадаете на один из предметов, на централизованное тестирование в основное время, то вы, в принципе, можете переоформиться у нас в центре по адресу проспекта Октября, 48, кабинет 103, переоформиться на резервный день. Но я еще раз повторю, причина должна быть уважительна и должна быть подтверждена документально. Мы не ограничивали вот этот круг уважительных причин, потому что этот перечень был бы бесконечен. То есть, в принципе, комиссия просто каждый случай рассматривает индивидуально. Болезни-то, какие-то события в семье и так далее, и так далее. Бывают какие-то спорные моменты, связанные с этим вопросом? Нет. Наверное, у нас абитуриенты уже осведомлены достаточно хорошо. Может быть, это передается уже, в общем-то, из года в год. Но, в принципе, вот таких отказов в регистрации в резервных день у нас практически не бывает. Но вместе с тем, я еще раз повторюсь, все-таки документ необходимо предоставлять. А какое-то несанкционированное использование технических средств встречается на экзаменах? Ну, это второй уже момент. Это уже что касается непосредственно самой процедуры проведения. У нас в прошлом году порядка пяти человек было удалено из аудитории. Три человека это... Ну, я бы не сказал использование. Это сотовые телефоны, в общем-то, зазвонили, в общем-то, и, соответственно, были обнаружены у абитуриентов. И две шпаргалки были обнаружены у абитуриентов. Так, в общем-то, у нас достаточно дисциплинированные абитуриенты, хотя, конечно, и проводится соответствующая работа предварительная. Скажите, пожалуйста, как и когда можно узнать результат тестирования? Да, вот это, наверное, тоже определенное новшество в этом году. Те абитуриенты, которые проходили репетиционное тестирование, они уже с ним познакомились, что сегодня результаты централизованного тестирования можно узнать только на сайте Республиканского Института контроля знаний. Вот Институт взял на себя такую, в общем-то, вот обязанность, что он один только будет информировать абитуриентов о результатах. Поэтому, в принципе, абитуриент должен будет обращаться на сайт, указывать свои данные, номер бланка и узнавать свой результат. Владимир Иванович, какие советы Вы хотели бы дать абитуриентам 2015 года? Ну, первое и, наверное, самое главное – это уверенность. Я бы хотел пожелать нашему абитуриентам уверенности. Я хочу сказать, что наши абитуриенты очень напряженно готовились в течение всего года, да и не одного года к этому очень важному испытанию в своей жизни. И, конечно, вот, чтобы они не терялись. У них есть все необходимое. Учителя поработали наши, есть все необходимое, чтобы успешно сдать централизованное тестирование. Поменьше волнений. И будет прекрасный результат. Спасибо большое за сегодняшний диалог, Владимир Иванович. Спасибо. Начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации Владимир Иванович Глазунов сегодня был у нас в гостях. Спасибо за внимание и за ваши вопросы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова